Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам рассказать, что представляет из себя экзамен по теории вождения и как я его сдавала. Я долгое время собиралась силами и вообще думала о том, когда мне начинать готовиться к получению прав. И в прошлом году, в сентябре, в начале сентября, где-то я приняла такое решение, что я хочу получить права и начала действовать в этом направлении. Я напомню вам, что я получила права накануне моего отъезда в Австралию, в России, российские права, я сдала экзамен. Но так как у меня не было опыта вообще никакого вождения, я в Австралии, конечно, начинала с нуля. Конечно, в Австралии есть свои особенности, правил. В любом центре оценки вождения, Driver Assessment Center, можно взять бесплатно вот такую брошюрочку с правилами по вождению. Когда я увидела эту брошюрочку, я ее полистала, я, конечно, поняла, что я не смогу осилить весь этот текст. Конечно, очень все сложно, непросто. Я начала с того, что я выписала на несколько страниц, у меня были выписаны слова, все необходимые слова, которые связаны с тематикой вождения. Для начала я выучила все вот эти слова. Вторым пунктом было то, что я стала элементарно заучивать правильные ответы на вопросы в тестах по теории. Для этого я зашла на сайт Департамента транспорта штата Западная Австралия. Я думаю, что такой департамент есть в каждом штате Австралии. Открыла вот тесты. Здесь существуют тесты как для мотоциклов, так и для автомобилей. Вот нам нужно для автомобилей. Вот заходим сюда. Тесты по вождению на автомобильном транспорте. Их всего 11 тестов. Каждый тест содержит 30 вопросов. На каждый вопрос дается три варианта ответов. Или же вот такой вопрос. Все люди свыше 65 лет должны быть пристегнуты ремнями безопасности? Вот результаты, значит, варианты ответов. Нет, если они пассажиры. Второй вариант ответа. Да, что они должны быть пристегнуты. И третий вариант. Нет, если они водители. Правильный ответ – это номер два. Да, каждый, кто находится в машине, должен быть пристегнут. Независимо от возраста. То есть 60 или 80. Все должны быть пристегнуты. И водители, и пассажиры. Ну, вот таких вопросов у нас здесь вот на сайте. Вот этом сайте. Вы видите вверху. Сайт департамента транспорта Западной Австралии. Здесь вот все примеры вопросов. Давайте посмотрим. Следующий вопрос. Какое транспортное средство должно дать дорогу? И здесь рисуночек. Вы видите, да? Тут еще много нюансов. Надо учитывать, какое транспортное средство где находится. То есть, главная ли это дорога? Или же это примыкающая дорога? Вообще, конечно, правило существует в Австралии такое, что дает дорогу всем средствам, которые находятся справа от машины. В данном случае мы видим главную дорогу и примыкающую дорогу. Но так как движение по главной идет, и в данном случае желтая машина должна ждать синюю машину, когда она проедет прямо. Потому что желтая сворачивает с главной дороги, а синяя продолжает движение по главной дороге. Вот такой вопрос. Кто должен дать дорогу? В данном случае нам показывается машина и мотоциклист. От машины мотоциклист находится с правой стороны. То есть, у него все преимущества поехать первому. И вот вы знаете, заучивая правильные ответы, я неосознанно стала понимать смысл всего происходящего вот в этих вопросах и вот в этих картинках. То есть, тупое заучивание, оно дало хорошие результаты. Но вы понимаете, что 11 тестов по 30 вопросов, и надо знать один из трех правильных вариантов ответов. В результате я знала все правильные ответы на все вот эти 330 вопросов. На все это обучение я потратила один месяц где-то. И 1 октября 2014 года я пошла сдавать экзамен по теории вождения. В офисе по оценке вождения существует такое же отдельное помещение, которое огорожено обычным стеклом. То есть, оно полностью просматриваемое. Там стоят компьютеры. Заходишь, садишься за один компьютер. Открываешь эту программу. Вводишь свои все данные. И такая табличка предупреждающая, что если ты готов, нажимай и будет тебе 30 вопросов. Ты должен ответить за такое-то время. Я точно сейчас не могу сказать какое время. Но по-моему на все 30 вопросов дается 20 минут. То есть, где-то из расчета 40 секунд на каждый вопрос, может быть, я на 5 минут где-то ошибаюсь. В общем, получается, что ты зашел, каждый вопрос тебе высвечивается. По той же схеме дается три варианта ответа. Единственное, что я еще хочу сказать, что вопросы в тестах бывают повторяются. Одни и те же вопросы. Также бывает, что, допустим, такой же вопрос, но он немножко перефразирован. Нужно обязательно понимать, о чем идет речь, чтобы это было не новостью. Что вопрос тот же самый, а ты уже его не понимаешь, потому что он сформулирован немножко иначе. В общем, потом, значит, стартуешь, отвечаешь на вопросы. И потом ты закрываешь программу. Тебе высвечивается время, которое у тебя потрачено. Я потом поняла, что за каждым экзаменующимся учеником наблюдает менеджер из офиса. То есть, все прозрачно, все стеклянно. Нельзя ни в коем случае переговариваться между собой. Нельзя выходить из этого помещения или спрашивать у кого-то извне какие-то там жесты. Все это нельзя, потому что, если это будешь делать, экзамен прервется. Тебя просто, извините, выгонят. Значит, потом, когда ты сдал этот экзамен, ты подходишь к менеджеру, говоришь номер своего места, там обозначено было, называешь свою фамилию. Он смотрит в компьютер, у него уже все результаты видны. Он тебе говорит количество правильных ответов из этих 30, которые ты ответил, не менее 24 правильных ответов по этому тесту. То есть, допускается где-то ошибиться в 20% вопросов от общего числа этих вопросов. У меня такой был результат очень хороший. 29 правильных ответов из 30. Потратила я всего 7 минут на ответы, потому что у меня было это на автомате. Вот просто как робот я уже все запомнила настолько все хорошо, что для меня это не представляло никакой трудности. Я была такая окрыленная, что я сдала теорию очень быстро. До момента сдачи экзамена по теории ты должен оплатить его. Стоимость экзамена по теории 70 долларов австралийских. Потом ты подходишь уже к менеджеру по результатам. И если все положительно, все хорошо, и по времени, и по количеству правильных вопросов все положительно, тебе разрешается уже забронировать экзамен по практике вождения. У меня получилось так, что 1 октября я сдала экзамен по теории. Тут же в компьютер меня внесли, и мне выдали, что я могу сдавать экзамен по практике. Компьютер выдал мне 9 марта 2015 года. Я, конечно, очень расстроилась, что же так поздно, такой большой промежуток времени. Ну, нам сказали, что вы звоните, периодически освобождаются какие-то места, возможно, вас перенесут на более ранний срок. Ну, так и получилось. Первый мой экзамен был 30 ноября 2014 года, то есть через 2 месяца после сдачи экзамена по теории. На второй же день после сдачи экзамена по теории я села за руль машины, муж сидел рядом, мы попрактиковались. Потом муж нанял учителя, инструктора из школы по вождению. И я занималась с ним первый раз, по-моему, уроков 8 или 10. И я была уверена, что я сдам экзамен сразу же, очень просто. Но не тут-то было. Оказывается, всё только начиналось. Мой долгий путь. О экзамене по практике вождения я расскажу вам в следующем видео. На этом я с вами прощаюсь, мои дорогие. С вами была Светлана, город Перд, Западная Австралия. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!